Заброшенные и забытые И столетия отмечают ЗАГС России Во втором роддоме состоялась торжественная выписка За ночь с улиц Рязани вывезли 462 мкубометра снега Администрация города отчиталась об уборке последствий двухдневного снегопада Всего коммунальщики задействовали 180 рабочих и около 80 единиц техники Для механизированной уборки в дирекции благоустройства города подготовлено и уже работает и уже принимает участие 118 единиц техники Это прежде всего 29 автомобилей комбинированных, оборудованных пескоразбрасывателями, отвалами и щетками Кроме этого 29 самосвалов 6 снегоуборочных комбайнов, которые в народе называются умелыми руками 4 крейдера, 6 бульдозеров Снегопады стали настоящим испытанием и для управляющих компаний Из 76 организаций специальной техникой владеют не все Более того, заявленное число дворников не соответствует реальной цифре Мы провели анализ, установили, что из более чем 1100 дворников, которые есть в штате управляющих компаний К сожалению, есть и мертвые души Поэтому численность дворников в городе не соответствует тем цифрам, которые заявлены управляющими компаниями Мы не готовы с этим мириться И во взаимодействии с жилищной инспекцией предпринимаем меры для того, чтобы уборка дворовых территорий осуществлялась должным образом Некоторые из управляющих компаний теперь могут лишиться лицензии, а виновных лиц привлекут к административной ответственности Помимо дворовых территорий, особое внимание коммунальщики уделяют тротуарам Основная проблема уборки тротуаров в городе – это отсутствие специализированной малогабаритной техники Которая позволяет нам должным образом содержать тротуары В частности, нам необходимо как минимум 10 мини-тракторов для того, чтобы осуществлять содержание тротуаров По крайней мере, в центральной части города Опасные участки дорог, а также тротуары обработали песко-соляной смесью В этом году ее заготовили 25 тысяч кубических метров Песко-соляная смесь готовилась в пропорции 80 и 20 80% песок, 20% соль Такая пропорция позволяет не вредить колесам автомобилей и обуви наших граждан Чтобы избежать заторов на дорогах, работы в основном выполняют ночью Всего за последние три дня было вывезено более тысячи кубометров снега Уборка снега продолжается и сегодня Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности В четверг утром в области удалось восстановить электроснабжение Без света из-за снегопада вчера остался не только Рязанский регион Но и Ивановская, Владимировская и Воронежская области Об этом сообщили в областном управлении МЧС Как регион преодолевал вчерашнюю стихию, расскажет Галина Ершова Зима пришла по расписанию С 21 ноября на территории Рязанской области погоду диктует южный циклон Из-за его атмосферных фронтов выпало большое число осадков Рекорд поставили в поселке Тума Там снежный покров достиг 38 мм в диаметре Что считается опасным природным явлением Из-за налипания мокрого снега на провода В 96 населенных пунктах отключили электричество Без света остались почти 6,5 тысяч человек У нас в готовности к развертыву находятся мобильные пункты обогрева главного управления Которые могут быть размещены в любом месте Рязанской области Помимо мобильных пунктов обогрева Находится 35 стационарных пунктов обогрева Которые в случае необходимости разворачиваются на базе кафе и гостиниц вдоль федеральных трасс В восстановлении электросети задействовано 27 бригад рязанских теплосетей А также 7 бригад из Тульской области В первую очередь идет подключение наиболее крупных населенных пунктов и социально значимых объектов Однако работы продолжатся до полной ликвидации последствий стихии В МРСК центре Приволжу круглосуточно функционирует единый бесплатный номер контактного центра Назову 8 800 100 33 00 Оперативно реагировать на изменения специалистам помогают старосты Главные люди есть в каждом поселке, даже если в нем проживают всего три семьи Борются со снегопадом и в Рязани, работы ведут круглосуточно, чтобы успеть убрать снег до минусовых температур и избежать гололедицы 24 ноября характер погоды у нас изменится Влиять на нашу область будет уже антициклон Снег мы ожидаем на 23 число только в основном в восточных районах области Но температура воздуха будет продолжать понижаться Ночь на 24 ноября мы уже ожидаем по области 6-11 морозов, дневные 27 морозов В связи с нелегкими погодными условиями на территории города растет число ДТП Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям временно пересесть на общественный транспорт Также это позволит разгрузить дороги и облегчит работу коммунальных служб Будут дополнительно выставлены экипажи, будет производиться мониторинг данных участков дорог В целом специалисты утверждают, что были готовы к капризам природы и работают по инструкции, в которой расписаны их действия буквально по минутам Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Погодные условия стали причиной трагических автоаварий В среду вечера на рязанском участке дороги Москва-Челябинск Жительница столицы, двигаясь на автомобиле Volkswagen Jetta, не справилась с рулевым управлением Выехала на полосу встречного движения и столкнулась с большегрузом От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия Через некоторое время на этом же участке дороги произошла авария, которая также унесла жизнь человека Житель Рязани, двигаясь со стороны Москвы на автомобиле Skoda Octavia, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком с прицепом В результате происшествия пассажир Skoda от полученных травм скончался на месте Водитель и еще два пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы Аварийного жилья в Рязанской области становится меньше А в регионе работает программа по переселению и заслуживших все мыслимые сроки домов Чиновники авиализации регулярно пишут отчеты Однако до сих пор в городе нетронутыми и без надежды остаются настоящие трущобы Причем в самом центре Рязани Как живут люди на улице Кольцова Прямо через дорогу от площади Ленина сможет испугать следующий материал Подвал, сырость, заплесневелые стены и гниющие полы О бараке в центре города на улице Кольцова не писал разве лишь ленивый журналист Но по-прежнему власти города предпочитают смотреть об ужасе этой картины только по ТВ А между тем на настенном термометре около 5 градусов тепла Такая температура здесь уже норма Батареи давно не топят, а газовый котел, который устанавливали в начале года как временную меру Хозяйка отключила, прямо над ним разрушается потолок И из двух зол жительница квартиры выбирает наименьшее У меня здесь был старый котел, который давно уже Ну и все срок годности у него был где-то в конце 90-х, да в середине 90-х заканчивался Он в принципе уже не работал Так как я испугалась, что тут постоянно у нас идет обрушение Я вызвала комиссию Они сказали, что немедленно надо отключить вообще на каком основании в разрушенной квартире у вас газовый оборудование Постально абсолютно незаконно, но было всего лишь на две недели, как мне обещали По поводу незаконной установки газового оборудования в разрушенном доме Марина Дорогова обратилась в следственный комитет Но сама она уверена, если не холод, так рухнут стены Ужас от падения стены жильцы уже пережили Произошло это пять лет назад Обрушение показывает сегодня на фото, а стену при этом так и не восстановили Не попал барак и под программу расселения из ветхого и аварийного жилья Десятки заявлений не принесли никакого результата Последний капитальный ремонт в этом доме был в начале 70-х Восстанавливать предложили, по словам женщины, за свой счет При том, что строение находится в муниципальной собственности Но и приватизировать квартиру хозяйка не может По закону цокольный этаж для жилья не предназначен Мы здесь живем так же, как живут жители разрушенных домов на Украине В таких же точных условиях Ничем от них не отличаемся Чиновники из управления ЖКХ мне просто заявили Что помогать мне не обязаны И пусть мне помогает президент России и правительство Российской Федерации В этих квадратных метрах была прописана еще бабушка Марина Дороговой Постройке почти 300 лет И по соседству с элитными домами в центре города Смотрится, как будто машина времени действительно существует Если бы в этих трущобах не жили люди Всего в доме 6 квартир Не проживают, только в двух На втором этаже скорее выживает одинокая пенсионерка Вот у меня все рушится Все льет Вот-вот обвалится мне прямо на голову Невозможно выйти Я каждый раз выхожу И боюсь, на меня все рухнет Это деревянная пристройка Вход в дом С улицы хорошо видно, что продержится она еще недолго Уже образовавшуюся трещину заделывали своими силами Вон уж все виднеется, вот немножко заделали Пока вот держится, но она вся-вся оттуда отходит И если у соседки в квартире на цокольном этаже рушатся стены под тяжестью дома То здесь пожилая женщина показывает, как протекают потолки Обои в комнате отваливаются Под ними голая кирпичная кладка Повсюду трещины, проводка, аварийная, ржавчина и плесень Роспотребнадзор подтвердил, условия проживания санитарным нормам не соответствуют Но власть никак не отреагировала Жилье взамен не предоставили, капитальный ремонт не обещают Все письма в надзорные органы и губернатору области написаны И люди продолжают свое существование в этих трущобах без шанса на улучшение условий Ну так вот, ничего, вот так и живу Алена Куклева, Юля Пятницкого, телекомпания «Город» В Рязани изменили правила платной парковки Правки внесли депутаты городской думы в четверг Теперь рязанцы смогут оплатить парковку в течение суток до 23 часов 59 минут При этом такая оплата производится только через личный кабинет веб-портала Инвалиды первой и второй группы, перевозящей таких инвалидов или детей инвалидов Смогут парковаться на любом месте, а не только в специально отведенном Для этого рязанцам нужно зарегистрироваться в электронном парковочном реестре Также автовладельцев обязали покидать парковку в течение 10 минут С того момента, когда закончилось уже оплаченное время Помимо этого депутаты выступили с инициативой о снижении штрафа за платную парковку Они предложили уменьшить сумму до 1000 рублей для всех категорий лиц Камеры видеонаблюдения вычислили вора, причастного к серии так называемых сумочных краж Все происходит в аптеке в Спасклепиках На кадрах видно, как в очереди женщина ловко достает из сумки впереди стоящей девушки кошелек Прячет добычу в куртку и резко уходит Всего в кошельке было около 14 тысяч рублей Личность карманницы установили быстро Ранее она уже попадалась на кражи в Михайлове Там она точно так же и тоже в аптеке вытащила кошелек с 6 тысячами рублей В отношении девушки возбуждено уголовное дело В преддверии Всемирного дня матери в Рязани торжественно выписали из роддома троих малышей Уникальность этого мероприятия состояла в том, что родители получили свидетельство о рождении детей прямо в медицинском учреждении На торжественном мероприятии побывала моя коллега Анна Герцовская Маленький Платон с двумя другими малышами 23 ноября получил свой первый документ И уже как настоящий гражданин Российской Федерации впервые отправился домой с родителями Свидетельство о рождении детей вручали министр здравоохранения Рязанской области и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Рады, что так все получилось, потому что это торжественно, это приятно Да, очень приятно И то, что люди такие поздравляют все-таки, да, вручили торжественно То есть не как обычно, да, едешь за свидетельством Во втором Рязанском роддоме сложилась добрая традиция Торжественно вручать свидетельство о рождении детей в преддверии Международного дня матери и Международного дня защиты детей Остается только подгадать даты и начать получать удовольствие от поддержки, которую оказывает государство для развития демографии в стране Эта семья подарила жизнь уже второму ребенку Второй ребенка – это большое счастье, да, то есть первый – это хорошо, как бы два еще лучше, как говорится Ну, пожелать я хочу всем мамочкам, папочкам, чтобы они не боялись, рожали детишек Это, во-первых, это счастье, самое главное, это счастье просто быть мамой, быть папой И не надо бояться, я думаю, потому что всегда все хорошо, и после родов восстанавливаются, и детишки растут в нежности забот Главное, чтобы была любовь Любовь родителей, поддержка родственников и хорошее медицинское обслуживание Все это дает возможность появиться на свет новым гением, поэтам, космонавтам Я не помню случаев, чтобы мы отправляли куда-то в другой регион или в Москву Для того, чтобы оказывать систему родоспоможения Мы сейчас стремимся к тому, чтобы искусственное оплодотворение ЭКО, так называемое, полный цикл То есть от начала, скажем так, и до конца, до родов, заканчивается в Рязани В этом году уже на 30% больше мам смогли родить малышей с помощью ЭКО Проходя все необходимые процедуры в условиях нашего региона Опираясь на этот показатель, родители, которые долгие годы не могли иметь ребенка Теперь смогут решиться на осуществление планов Так в нашем мире можно будет услышать еще больше веселого детского смеха Ежемесячно рождается около 900 детишек в Рязанской области В основном больше мальчиков, чем девочек Имена очень разные, но сейчас тенденция к исконно русским именам И нас это несказанно радует Имена Матвей, Платон, Гордей, девочки Лукерия, Аксинья Работники ЗАГСа рады каждому исконно русскому имени Они считают, что так родители малышей отдают дань памяти нашей истории Кстати, в этом году органы записи актов гражданского состояния Отмечают юбилей со дня основания 18 декабря ЗАГСу исполнится 100 лет В течение года мы проводим торжественные мероприятия Это и торжественная регистрация бракосочетания Торжественная регистрация рождения детей Честным юбилеем семейной жизни Проводим конкурс на лучшего ведущего церемонии бракосочетания Так что в заявительном порядке можно обратиться в ЗАГС И работники учреждения даже смогут приехать к вам или вашим близким домой Чтобы торжественно поздравить, например, с юбилеем семейной жизни Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что работники государственных, социальных, общественных структур Сегодня как никогда заинтересованы в сохранении института семьи И повышении рождаемости А рязанцы, в свою очередь, могут почаще узнавать о бонусах, которые им полагаются Чтобы сделать свою жизнь счастливее Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город» В санатории Старица прошел конкурс «Я и моя семья» Среди людей с ограниченными возможностями здоровья В нем приняли участие более 90 человек из Центрального федерального округа Они показали свое мастерство и насладились удивительной природой Рязанского края Пародии на известных артистах представили участники конкурса «Я и моя семья» В течение трех дней они соревновались в умении готовить, вышивать Демонстрировали свою ловкость и, наконец, представили концертные номера За звание лучших борются семьи, в которых один и более участников имеют инвалидность Однако невооруженным взглядом определить, у кого и какие есть нарушения, практически невозможно Общаясь с ними, я бы не сказала, что они чем-то отличаются от простых людей Ничем Да, может быть, они что-то кушают не так Может быть, они где-то считают калории, граммы по сахару Да, где-то они могут не так быстро передвигаться Но это абсолютно не проблема Поверьте, у них такая душа, вы видели, какие они чудотворцы Это просто сказка Межрегиональный конкурс «Я и моя семья» проходит уже в третий раз В нем участвуют представители 18 областей Центрального федерального округа Среди них Ярославль, Воронеж, Орел, Белгород и, конечно, Иваново Команда этого города уже дважды становилась чемпионами конкурса В этот раз почетное звание защищали новые русские бабки Самое трудное было подобрать костюмы в соответствии с образом И сегодня ночью у нас было такое расчарование, что мы кофты наши фирменные Вот в точности, как на телеэкране, с нашитым триколором забыли дома Пришлось нам срочно искать замену Но все пошлось Конкурс прошел на базе санатория «Старица» Одного из лучших санаторно-курортных учреждений средней полосы России В здравнице созданы современные условия для комплексной диагностики и эффективного лечения Санаторий находится вдали от шумных трасс и окружен вековым сосновым бором На закрытой территории организована круглосуточная охрана Что позволило провести конкурс безопасно, насыщенно и интересно Санаторий «Старица» очень загружен отдыхающими Нам предоставили домики, коттеджики прекрасные Где мы расселили по две семьи Очень довольны проживанием Хорошо все обустроено, устроено И все площадки очень хорошие Собственно, мы очень довольны Говорим большое спасибо за то, что они представили Конкурс пролетел для участников как одно мгновение Семьи показали свои таланты в 20 номинациях Никто не остался без призов и приятных подарков Каждый день какие-то мероприятия, весь день нет свободного времени Это очень хорошо Ходили на берег реки, Старица, так что Не сравнись с нашими холмами У нас все-таки холмы, а тут равнина, да, конечно, впечатляет Булочки просто обалденные Первая обалденная, вторая тоже, я не знаю, я не могу ничего сказать Плохого, абсолютно очень вкусно Мы приобрели очень много друзей, теперь будем общаться Вместе путешествовать, отдыхать Чемпионом стала команда из Воронежа Семья Породкиных участвует в конкурсе уже второй раз И, наконец, смогла одержать долгожданную победу Ооо, все супер, нам очень понравилось Просто звезда в шоке В команде оптимисты четыре человека Мама Татьяна и трое ее детей Я должна была быть Верка Сердючка, а это Сергей Зверев Передумали последнюю ночь Просто мальчик взял и одел на себя Примерил образ Верки Сердючки И мы поняли, что это оно Участники не просто зарядились дружеской атмосферой и семейным теплом Многие из них решили провести подобный конкурс в своих городах По задумке эти праздники станут отборочными мероприятиями для поездки в Рязань Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город» И на этом у меня все Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра Желаю хорошего завершения дня Субтитры создавал DimaTorzok